Думская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина, здравствуйте. В Одессе идет дождь, и я подозреваю, что на пляжах не так уж и много людей. Ну, в Одессе ты могут отдохнуть, никто им не будет навязывать какие-то услуги. О сегодняшнем исполкоме, о том, как одних выгоняли, а других оставляли, поговорим прямо сейчас. Депутат Одесского городского совета Лилия Леонидова у нас в гостях. Лилия, здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, информационный материал от наших корреспондентов прошу вывести на экраны. Исполкома Одесского городского совета отменил согласованные схемы размещения сооружений на арендованных участках пляжей, ранее выданных Управлением инженерной защиты территории города и развития побережья. Изначально предполагалось внести в список пять пляжных участков. Однако собственники ресторана, расположенного прямо на песке пляжа курортный на 13-й фонтана, оказались мэрией не по зубам. Как выяснилось, еще в 2006 году владелец заведения узаконил строение решением исполкома, а в 2012 участок был перепродан. В мэрии сетуют, если бы право собственности было получено по решению суда, его можно было бы обжаловать. Но город отдал кусок пляжа в частную собственность сознательно. Поэтому судебная перспектива в данном вопросе туманна. Ресторан на 13-й фонтана оказался единственным, хозяев которого не удалось заставить освободить пляжную песчаную зону. А вот на пляжах Чайка и Золотой берег, на 10-й и 16-й станциях фонтана настилы и ограждения были демонтированы. Во-первых, занимается большая часть песочного покрытия. Во-вторых, горы мусора возле этих так называемых пунктов питания. А самое главное, что эти пункты питания являются временными сооружениями, нахождение которых на песочном покрытии запрещено законом. В мэрии подчеркивают, данная работа будет продолжена. В своей очереди сейчас ждут другие одесские пляжи, арендаторы которых нарушают закон. Черный список готовят профильные чиновники. Напомню, в начале июня, после доклада о том, что половина одесских пляжей не имеют оформленных должным образом паспортов, двоим ответственным за состояние городских пляжей чиновникам настоятельно рекомендовали уволиться. Мэр счел неудовлетворительной работу Анатолия Половко, возглавлявшего КП «Побережье», и Геннадия Мирошниченко, который руководил Управлением инженерной защиты территории города и развития побережья. Ну, знаете, тут как лучшая реклама, они работают. Вот, приятно, что происходит это хотя бы посредине сезона. Идеальный вариант сместиться еще там на февраль месяц и решить эти все вопросы, и заранее согласовать и показать, кто может работать. Как вы считаете, это реально работает или какой-то цирк? Ну, я оптимист, и слава Богу, что те происшествия, движения общественные все-таки заставили обратить внимание руководства города на ситуацию с пляжами. И хочется верить, что так и будет, и будут очищены пляжи, и будет свободный доступ, и не будут навязывать каких-то услуг, которые кому-то необходимы, а кому-то просто не нужны. Но, тем не менее, возникает много вопросов. Что за вопросы? Почему именно в июне месяце, после того, как прошли общественные негодования, мягко скажем, начали... Общественное давление? Общественное давление, да. Общественный резонанс, и вот реакция. Вот реакция. То есть это хорошо? Хорошо, но, тем не менее, почему у нас есть март месяц? У нас, в конце концов, есть 17-й год. Было все так же. Почему в прошлом году не обратили на это внимание? Почему только сейчас выяснили, что в 2006 году было приобретено это в собственность, и мы не можем с этим ничего сделать? Почему до этого много лет не происходили никакие системную работу в отношении пляжей, их состояния и так далее? На самом-то деле, вот почему раньше этого не делали, наверное, ответить нельзя. Хотя один момент, почему раньше, я все-таки подчеркну в рамках сегодняшней нашей встречи. К нам присоединился по телефону общественник Игорь Елин. Игорь, добрый день. Здравствуйте. У нас в гостях депутат Одесского городского совета Лилия Леонидова, она в студии. Давайте поговорим о том, что произошло сегодня, собственно, в рамках встречи мэра с исполнительными, в рамках исполнительного комитета. Хорошо ли это или плохо? Этих, значит, прогнать с пляжем, а с этим ничего сделать нельзя. Что это такое? Я хочу обратить внимание, что наши исполнительные органы работают из рук вон плохо. Юридический департамент Одесского городского совета, вместо того, чтобы защищать интересы территориальной громады, ищет способы, каким образом юридически можно с помощью судебных решений, либо с помощью неправомерных формативно-правовых актов или распредительных документов, узаконить объекты, которые по закону не могут быть никаким образом построены. В частности, если речь идет о строительстве сооружений, которые имеют признаки капитальности, на территории искусственного гидротехнического берегозащитного сооружения, право собственности, на участок которого городским советом не оформлено надлежащим образом и не зарегистрировано, что делает невозможным заключение каких-либо договоров. Напоминаю, что закон про державную регистрацию прав на нарухомое майно предмечает обовязковую регистрацию права властности перед укладанием жгудьякой цивильно-правовой угоды. Нет регистрации права собственности, нет договоров. Соответственно, все документы подписаны должностными лицами городского совета, включая Одесского городского голову и издаваемые им распоряжения. Я не имею в виду данную каденцию, договора подписывались ранее, в 6-7 годы предыдущими мэрами. Соответственно, все эти документы являются, с моей точки зрения, никчемными, не имеющими никакой юридической последствии. Я не понимаю, почему юридический департамент Одесского городского совета не может отличить земельный участок от берегозащитного сооружения и не может применить нормы земельного и водного кодекса, запрещающие любое капитальное строительство в границах 100-метровой пляжной зоны. У нас в гостях в студии Лилия Леонидова. Лилия, почему не могут действительно отличить? Да могут, все могут. Это игра очередная, это игра рассказать, почему мы не можем. На самом деле, абсолютно соглашусь со спикером, который сказал, что есть водный кодекс, есть земельный кодекс, есть еще градостроительная документация и законодательство. То есть в юридепартаменте не знают об этих документах? Да, конечно, знают, но это тот же вопрос, который я задаю. Юридепартамент не знал, что там собственность 2006 года. То есть сегодня так случайным образом у нас открылись глаза, и мы узнали, что там собственность, которая уже перепродана и переуступлена. Поэтому здесь вопросов очень много. Не хочется мне верить, что опять пошли договорники, и это очередное давление на предпринимателей, которые вероятнее всего уже все равно заплатили деньги, попали на деньги, которые вложили деньги в инфраструктуру. Хороша она или плоха, мы сейчас не обсуждаем. Мы говорим о том, что люди потратили эти деньги. Мне кажется, что здесь объективно, давайте логично, просто отметим в сторону какие-то эмоции, просто включим логику в голове. Мне кажется, что давайте сейчас фиксировать какие-то моменты всем депутатским корпусом, все общественники, Игорь, тоже вас прошу, мы как средство массовой информации также сможем это поднять в рамках любой записи, любой программы. Зафиксируем все, что нам не нравится в этом сезоне, и поговорим с Миром. Давайте вот мы сейчас фиксируем, чтобы это не было в следующем. Мы это делали в прошлом сезоне. Нет, подождите, бог с ним, ты видишь уже как получается, уже еще немножко и осенью, да, и осенью нам начнем планировать следующий год, может быть уже там в следующем году с весны хотя бы какие-то договоры будем заключать и правила игры. Но давайте вот сейчас это сделаем. Почему депутатский корпус не может собраться в кулак и выйти, сказать, вытащить такую инициативу? Насколько я знаю, сегодня на комиссии по экономике, торговле и так далее, там длинное название комиссии, как раз была презентация съемки всех пляжей и подготовлены вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. Ну и реплика сегодня мэра в этом направлении, что некоторые депутаты, которые снимают фильмы, пусть нам не рассказывают, что делать и так далее. Мы все сделаем в рамках закона так, как должно быть. Но рамки закона говорят о том, что в пляжной зоне, на территории берега укрепительных защитных сооружений вообще не должно быть никаких сооружений. Ну правда, то, что мне сегодня понравилось на исполкоме, это то, что городской голова сказал, что дальнейшие схемы, которые будут согласовываться в дальнейшем, должны быть более детальными, начиная от размера шезлонгов, заканчивая размеров зонтов, потому что у каждого свое представление, что хорошо, а что плохо. То есть действительно это так. То есть нет никаких рамок. То есть пора менять правила благоустройства тех же пляжей, города и так далее. Но правила, в общем, из-за того, что у нас нет правила пользования пляжами. Игорь, ваш взгляд, если схемы будут более детальными, это каким-то образом исправит ситуацию? Абсолютно нет. Дело в том, что следующим предложением будет детализировать размеры подстилок отдыхающих, их цвет, расположение относительно горизонта, не горизонта, а сторон света и так далее. То есть это абсурд. Я могу утверждать точно, что за все это время деятельностью исполнительных органов власти, в первую очередь начиная с юридического департамента, был нанесен колоссальный ущерб и бюджету города Одессы, и в том числе имуществу, в частности, искусственным берегозащитным геотехническим сооружениям. Потому что вмешательство в них, во-первых, может спровоцировать их повреждение разрушения с последующим возникновением техногенных катастрофических изменений, в том числе сползание грунта. Это относится в том числе и к массовому уничтожению деревьев на склоне, что является тоже элементом берегозащитного сооружения. Так вот, тот ущерб, который за долгие годы, за эти последние годы нанесен, он должен быть взыскан. Я думаю, что вопрос необходимо ставить о взыскании ущерба, начиная с руководителя юридического департамента, руководителя управления капитального строительства, соответственно, управления коммунальной собственности. Вот те люди, которые и являются сторонами этих договоров, и те люди, которые готовят предложения, которые уже подаются на комиссии депутатов. Уже депутаты вынуждены рассматривать исключительно в рамках только тех документов, которые подготовлены и поданы им для рассмотрения. Депутаты не обладают функциями исполнительных органов, поэтому не следует перекладывать всю ответственность в данном случае на депутатов, а вот виновных лиц необходимо привлекать к ответственности. Не просто давать им возможность уйти в отставку, а они должны уйти с уголовными процессами. Я вам скажу больше, что в идеале можно и доставать с пенсии людей под уголовное производство. Еще один вопрос, вот очень важный, я сейчас хочу его обозначить. У нас, мы всегда ждем прецедента какого-то, да? И мы вот все стараемся создать этот прецедент. Кого-то, как вы говорите, в отставку не пускать по уголовному делу, кого-то достать, как я говорю, с пенсии с теплой и предъявить счет за то, что было. А вот на самом-то деле прецедент сейчас есть с другой стороны. У Одессы, вот обратите, вот вдумайтесь, нет куска пляжа. На текущий момент это частная собственность. Вот как вам такой прецедент? Что с этим можно сделать? Ну, речь идет о том, что договора подписываются не на весь, не на весь пляж. Здесь нет контролирующего органа. Здесь немножко не соглашусь с Игорем, что все-таки у нас есть та часть граждан, и они тоже одесситы, которые привыкли и хотят получать вот какие-то платные услуги, да? Топчан, зонд и так далее. Здесь все должно быть в рамках разумного. Здесь я полностью согласна. Потому что на сегодняшний день перегиб в эту сторону, что у нас все платное, все за деньги, ну, он недопустим. Но, тем не менее, нельзя сказать, что все пляжи должны быть муниципальными, бесплатными. Ну, сейчас у нас не та ситуация, как в Испании, да? У нас даже нет законодательной базы для этого. Но, тем не менее, здесь нужно рассматривать в разрезе того, что должно быть абсолютно здравое, контролируемое, понятное для любого одессита, для любого горожанина, что бесплатно, что платно. И понятно, что в большей степени должны превалировать муниципальные пляжи, муниципальный песок, скажем так, бесплатный, на который может претендовать любой одессит, любой турист, любой человек, гражданин Украины, либо не Украины. Здесь... Я имел в виду, вот, пляж на 13-й степени, конкретно. Вот этот прецедент сейчас, человек говорит, а у меня узаконено все, а это мое, и всего доброго. Это работа юридического департамента. Нарушены все мыслимые и немыслимые законодательства Украины о использовании песчаного покрытия, как выразился сегодня руководитель юридического департамента, так и берегозащитный кодекс, водный кодекс, земельный кодекс, то есть нарушены законы. Закон не имеет обратной силы, ну, то есть он есть. Если его нарушили... Нет, закон не имеет обратной силы, это если вы сначала что-то сделали, а потом пришел закон, вы тут ни при чем. А вот в данном случае... А если бы нарушены законы, изначально существующие? Ну, есть, я уверена, что есть инструменты юридические, абсолютно законные, в рамках которого можно вернуть пляж, песок, склон в коммунальную собственность и сделать так, чтобы там не было незаконных сооружений и так далее. Я хочу привести... Есть такой прецедент в Харькове, когда мэр города вернул в коммунальную собственность, ну, там речь не идет о пляжах, понятно, но там речь идет о коммунальной собственности, там, памятниках архитектуры, земельных участках, которые должны, по его мнению, принадлежать Харьковчан, и они, собственно, вернули их абсолютно законным способом. Игорь, как вы считаете, будет ли мэрия включать вот эти вот законные механизмы, чтобы разобраться с ситуацией над 13-й станцией Фонтана? Я уверен, что не будет, потому что основная задача это сбор черного налога, который никаким образом не учитывается, не проходит ни через бюджет, ни через налоговую, что позволяет обогащаться за счет граждан. Это первое. Второй момент. Оспорить договора, которые запрещены там с Управлением инженерной защиты побережья, делается элементарно, поскольку они являются никчемными. Цивильный кодекс четко говорит, что вызнание договора не действует по закону, тобто никчемным, одни ею из таких представ, е, порушение формы нотариального подсвечения. В данном выпадке в аренду передается нерухомое майно, тобто договор подлагает обовязковому нотариальному подсвечению, имая, будто письмого форма. В данном выпадке е, письмого форма, а ле нотариального подсвечения не нама. Никчемный договор не створя жодных юридичных наследских, кремнастских, повязанных с его никчемностью. То есть он не создает никаких прецедентов и не создает у арендатора, на самом деле, никаких имущественных прав на участок, часть искусственного берегозащитного сооружения. Поэтому, если бы у нас работали органы прокуратуры и органы следствия, уже давно бы там все эти договора были бы, были бы к ним были бы применены последствия недействительности. И все это просто, ну, просто в ином случае у города бы появились основания регистрировать право собственности и находить все-таки формы, которые, договорных отношений, которые бы соответствовали требованию законодательства. Вот, казалось бы, да, не имея юридического образования, я вынуждена фактически читать лекцию начальнику юридического департамента Одесского городского совета, как данное лицо должностное должно было уже несколько лет назад поступить с этими договорами. Игорь, услышали вас, благодарим за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Игорь Елин, общественный активист, был у нас на телефонной связи. Лилия, а как вы считаете, будет мэрия бороться? Не будет. Почему? Неинтересно, не надо? Договорились? Договорились, вероятнее. Почему? Я еще раз повторюсь, почему на исполком выносится шесть, шесть схем, которые нужно исключить из перечня. Собственно, они заявлено, что руководитель берегозащиты и пляжей города, учебного департамента, превысил свои полномочия. Абсолютно четко. Это формулировка в проекте решения исполнительного комитета. И тут за час до исполнительного комитета узнаются, что почему-то не могут они все отменить схемы. Но это глупость, большая глупость. У нас где работает целый юридический департамент. Это не один человек, не два и не три. Я уверена, что когда выносится проект решения, он прорабатывается с точки зрения законности, юридического обоснования и так далее. И визируется тем же юридическим департаментом. Но, по крайней мере, должен прорабатываться. Да. И когда юридический департамент выносит проект решения, а потом говорит о его невозможности, ну, это как минимум вызывает вопрос о компетентности работы юридического департамента. Ну, это вот для меня лично. Регулярно, кстати, задаются вопросы касательно компетентности работы юридического департамента. Ну вот один из примеров, это вот сегодняшний исполком и непроработанный проект решения, который был вынесен ранее. Каким будет дальнейшее развитие событий? Я думаю, что еще найдут то, что сегодня было на исполкоме, показана визуализация. Лиля, одну секунду прерву вас, звонок телезрителей. Добрый день, слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Вот я очень рада, что включила, и тут депутат с такой позиции очень активной, гражданской, часто вижу. Гражданский активист, значит, перекликается, по-моему, беспорядки на пляже, в городе, что только не творится под нашим одесским небом. Значит, вкратце. Вот мне кажется, и не только мне, а жителям улицы Базарной на участке между Пушкин и Осипово, там раскопали теплотрассу, как сделали. Ну, сделали. Но течет, там они что-то поломали. Короче, сказали, денег нет и делать не будут. Месяц там течет канализация в открытую, рядом с проложенной теплотрассой, на глубине 5-4 метра. Работы прекратились. Сказали, нет денег, мы уезжаем. А сегодня мы были в ужасе, вот эту зловонную канаву, открытую, засыпают в авральном порядке песком. Мы говорим, что вы делаете? Несуете свой нос, и очень нервно отреагировали, там бегают рабочие начальства. Можно депутату от имени нашего, вот, как так сказать, базарной, вот такой вопрос. Мы уже звонили на 13-35, там тоже были, ну, просто в шоке. Подробно расспрашивали, ну, неужели такое может быть? Вот спрашивали 13-35. Потом мы еще позвонили депутату Квисницкой, но ее нет сейчас в Одессе. Но они тоже дают депутатский запрос, но мы провалимся. То есть, текущую зловонную канализацию без трубы в авральном порядке закапывают. Вот так мы и живем, что на пляже, что на тротуаре. Большое спасибо за то, что выслушали. Да, услышали вас, Лилия, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, если можно, оставьте свой номер телефона, мы сейчас... Сейчас мы еще раз повторим, уважаемая телезрительница, пожалуйста, перезвоните еще раз в нашу студию, продиктуйте ваш номер телефона, и Лилия с вами свяжется. Мы с вами свяжемся и решим эту проблему. Ну и подводя черту, все-таки, каким будет дальнейшее развитие? Я думаю, что в любом случае продолжат еще инспектировать пляжи, найдут еще каких-то предпринимателей, которых нужно лишить договоров, уже когда сезон начин, уже когда есть проблемы. Когда они лишат? Да. Когда они лишат? Сейчас? Нет, я думаю, что это будет такая вялотекущая работа, которая там приведет к тому, что скажут, что в девятнадцатом году мы начнем с нов чистого листа и совершенно по-другому. Дай бог, чтобы я ошибалась, дай бог, чтобы в этом году еще наши одесситы были на свободных пляжах, чистых, без мусора, чтобы мы почувствовали, что мы живем в городе курортном, что у нас есть море, чистый песок и солнце. И одесситы наконец-то начали ходить на городские пляжи. Да. Лилия, услышали вас, благодарим за то, что пришли сегодня к нам. Лилия Леонидова, депутат Одесского городского совета, была нашим гостем. Прервемся на короткую рекламу, после продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова